Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ныне» в студии Ольга Лемайкина. Сегодня в выпуске. Где эта скважина? Где этот источник? Специалисты Роспотребнадзора до сих пор не введение. Кто и как подавал жителям Капустино-Яра некачественную воду? Заработная плата от 18 до 22 тысяч рублей. В Ахтубинске требуются тайные покупатели. В начале выпуска небольшое объявление. Астраханский филиал публичного акционерного общества и межрегиональная распределительная сетевая компания «Юга Астрахан Энерго» приносит жителям города и района свои извинения за предоставленные неудобства. Сегодня утром на несколько минут во многих районах города произошло отключение электроэнергии. Завтра с 4 до 5 вечера света снова не будет в поселке Ахтуба, Гортов, в районе консервного завода и в заречной части города. А также в селах Батаевка-Болхуны, Золотуха, Новониколаевка, Пироговка, Сокрутовка, Успенка. Как сообщается на одном из сайтов города, специалисты компании ведут работу по улучшению качества и надежности электроснабжения потребителей. В некоторых случаях для проведения плановых ремонтных работ и реконструкции энергообъектов возникает необходимость временного ограничения электроснабжения потребителей. Отключение электроэнергии производится в первую очередь для обеспечения безопасности клиентов и сохранности их техники. К другим темам в городе Астрахани избран новый глава города. Им стала Алена Губанова. В нашем областном центре, в отличие, например, от города Ахтубинска, действует иная схема организации органов местного самоуправления. В Астрахани руководитель городского муниципалитета, то есть глава города, избирается из числа депутатов городской думы. Свою должность он совмещает с председателем городского парламента. А администрация города в качестве назначенного сити-менеджера руководит другое лицо. Такую систему некоторые политики называют двуглавой властью. Новая глава Астрахани Алена Губанова работала руководителем пресс-службы губернатора, а также в течение нескольких лет была генеральным директором типографии «Волга». Главой администрации муниципального образования города Астрахань с марта 2015 года является Олег Полумордвинов. Ранее он возглавлял региональное министерство строительства, а затем был заместителем председателя правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности. В селе Батаевка несколько дней назад также состоялись выборы. Они прошли с месячным разрывом от единого дня голосования, поскольку к моменту окончания срока выдвижения в этом населенном пункте не набралось необходимого количества кандидатов. В соответствии с законом о выборах в Российской Федерации это и послужило причиной переноса даты голосования на октябрь. 11 октября 2015 года состоялись выборы главы МОО «Батаевский сельсовет» на территории Ахтубинского района. Выборы были назначены в связи с истечением срока полномочий главы муниципального образования «Батаевский сельсовет». В выборах баллотировались две кандидатуры. Это Мусаев Айдос Кадыргалиевич выдвинут Ахтубинским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Франчук Андрей Дмитриевич выдвинут Ахтубинским районным отделением КПРФ. Приняло участие в голосовании 159 избирателей, что составляет 37% от общего числа зарегистрированных избирателей на территории МОО «Батаевский сельсовет». Голоса распределились следующим образом. За Мусаева Айдоса Кадыргалиевича проголосовало 76 избирателей, что составило 47,8%. За Франчука Андрея Дмитриевича проголосовало 82 избирателя, что составило 51,57%. Таким образом, по результатам выборов победил Франчук Андрей Дмитриевич. Продолжаем выпуск. Ситуация нормализовалась, но осадочек все-таки остался. История с подачей некачественной воды жителям Копьяра наделала много шума. Страсти улеглись, но специалисты Роспотребнадзора продолжают отслеживать ситуацию. Важно, чтобы здоровье людей было в норме и чтобы воду потребители получали от законно действующего предприятия. Ресурсоснабжающее предприятие проводит подготовку воды и поставляет ее потребителям. За этим процессом ведется производственный контроль. И, как правило, качество продукции, то есть воды, соответствует санитарным нормам. Однако то, что недавно произошло в поселке Капустин-Яр, насторожило многих специалистов, в том числе Роспотребнадзора. Вода появилась тогда, когда воды вообще не должно было быть совсем, потому что две ресурсоснабжающие организации прекратили свою деятельность на территории определенного поселения. И вдруг в кране появляется вода горько-соленого вкуса. Многие замечали, что качество воды стало хуже, потому что островод дает очень хорошую воду, нормальную гарантированную воду. Она доходила в том же состоянии до поселка. И люди стали возмущаться, ну как это вообще к нам относиться? Мы включаем воду до водопроводного крана, где должна быть вода гарантированного качества, питьевая вода, и вдруг оттуда течет то ли река, то ли подземный источник. Подземная скважина – такой способ добычи воды вовсе неплох, говорят в Роспотребнадзоре. Глубинные источники, как правило, чисты. Вода из них бывает даже лучше, чем из-под крана, где есть хлор и серно-кислый алюминий – таковы способы обеззараживания. Однако бурить скважину где попало – недопустимо. Можно напиться такой водицы, что и доктор потом не поможет. Скважина – это не бурится в населенном пункте ни в коем случае, потому что там стоят массово выгребные ямы, непонятно на какой глубине. Некоторые товарищи, не буду говорить, но есть такие примеры, что они бурят скважины для того, чтобы туда сливать канализацию просто. Одни берут воду в соседнем дворе, а этот хозяин туда сливает свою канализацию. Для чего мне септик? Многие пласты загрязнены, мы сами их загрязняем. Сами загрязнили. А потом эти скважины бьют кто хочет. Отсутствует водоснабжение, я буду пробивать. И вот в поселке Капустин-Яр так и случилось. Стали бить скважины практически в каждом дворе. Появилась в поселке вода, специалисты взяли ее на химический анализ. В пробах обнаружили половину таблицы Менделеева и не только. Высокая мутность, высокие хлориды, превышение в несколько раз марганца, который свидетельствует как раз о подземном водоисточнике, превышение железа. Я хочу сказать о марганце, что это микроэлемент, который прежде всего способствует отрицательному влиянию на женский организм, на беременных женщин, способствует выкидышам, мертворождением и так далее. Он отрицательно воздействует на детский организм, вызывает хронические острые заболевания у детей. Еще и наша, скажем так, любимая кишечная палочка, но не та кишечная палочка, которую можно найти в природе. Это кишечная палочка, которая называется термотолерантная, ее вообще не должно быть. И одной кишечной палочкой одного вида не должно быть, не допускается с санпином, и другой не допускается с санпином. И вот термотолерантная свидетельствует о том, что в этот пласт, из которого качалась, видимо, вода, было поступление фекальных вод. Это о чем говорит. Если бы там был источник, допустим, брюшного тифа, то населению поселка была бы гарантирована, наверное, вспышка. Если бы был источник вирусного гепатита, а не все еще закончилось, потому что инкубационный период до 60 дней, может, самый длительный, а вообще средний, это 30 дней. То есть может быть и вирусный гепатит. Если там был источник, то есть если фекалии попадали туда. Уж я не говорю о дизентерии и о всех прочих. Сейчас все успокоилось. Мы взяли воду. Вода сейчас идет достаточно с хорошим напором вниз села. Она, конечно, смыла эту всю кишечную палочку. На сегодняшний момент в детском саду последний, вот мы вчера брали, вода прекрасная, она соответствует санпину. Но поскольку не установлен виновник всего этого события, я очень боюсь, как бы ситуация не повторилась в любой момент. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки мы увидим эту скважину, которая будет опломбирована. Все-таки что это за лицо, которое занималось этим. Я вот кроме как диверсионными действиями не могу это назвать никак. Те, которые лица сами бьют, это их личное дело. Но если мы пускаем это в магистральный водовод и говорим, что мы будем за это брать деньги, мы с вами заключаем договор, мы должны гарантировать эту воду и качество этой воды. Это записано в законе. За соблюдением закона в поселке в плане подачи воды сегодня внимательно следит местная власть. Ну а начиная со следующего года, специалисты Роспотребнадзора будут требовать от глав всех муниципальных образований регулярного размещения в сети интернет достоверной информации о результатах текущего надзора за качеством питьевой воды. В Ахтобинске в эти дни развернула свою работу мега-ярмарка меха. Отечественные производители из Пятигорска предлагают покупателям широкий выбор шуб из самого качественного сырья. Осень окончательно вступила в свои права. Совсем скоро придут первые заморозки. Чтобы не страдать от холода, необходимо к ним подготовиться. Лучшим спасением от мороза во все времена считались меховые изделия. Шубы из натурального меха сочетают красоту и комфорт. А приобрести их можно в Доме офицеров, где в эти дни представляет свою продукцию Пятигорская фабрика «Айсфурс». Все изделия изготовлены из качественного сырья. Скандинавской норки, африканского и австралийского мутона. Фабрика «Айсфурс» известная по всей России. У вас вы можете приобрести шубу на любой вкус. «Айсфурс» не перепокупает и не перепродает. Там сами шьют и сами реализуют свою продукцию по доступным ценам. К тому же покупателей ждут приятные скидки. Можно даже торговаться, это же ярмарка. При этом действуют те же гарантии, что и при покупке шубы в магазине. Норковая шуба всегда была мечтой для любой женщины. Нежный и теплый мех – это самая настоящая королевская роскошь и императорское великолепие. Неудивительно, что именно шубы из норки не выходят из моды и появляются в новых коллекциях каждого сезона. Среди изделий фабрики «Айсфурс» можно найти эксклюзивную модель, которая станет шубкой вашей мечты. Спросом у покупателей пользуются и изделия из мутона. Именно этот мех считается самым теплым. Гораздо теплее каракуля, андатры или нерпы. К тому же шуба из мутона прослужит своей владелице очень долго. Примерьте понравившуюся модель, и вы наверняка не уйдете без покупки. Покупкой я довольна. Оформила в кредит. И я с шубой. Широкий размерный ряд и многообразие меховых изделий помогут определиться с выбором. Да и ценовая политика не станет препятствием для покупки. Если у вас нет необходимой суммы, шубу можно оформить в кредит. Шубы из натурального меха остаются всегда в тренде. Быть привлекательной и не мерзной зимой. Решение этой задачи предлагает ярмарка меха от пятигорских производителей с 13 по 18 октября в Доме офицеров. Заработная плата от 18 до 22 тысяч рублей. В Ахтубинске требуются тайные мистери-шоппинг или таинственные покупатели. Объявление такого содержания размещено в социальных сетях. Привлекает внимание информация о том, что этот секретный вид деятельности может стать приятной подработкой. По крайней мере, так гарантирует независимая консалдинговая компания «Маркетинг-консул». Как заработать легко и просто, и возможно ли, узнаем из нашего следующего материала. Заниматься покупками, да еще и получать за это деньги. Кто об этом не мечтает, теперь такое желание может сбыться. Новомодная профессия, таинственный покупатель набирает обороты и становится все более востребованной на российском потребительском рынке. Практически у любой крупной компании мира есть свои тайные клиенты. В России давно и благополучно работают агентства, предлагающие подобные услуги. В нашем городе, судя по данным интернет, появилось как минимум 4 вакансии по специальности тайный покупатель. Стоит воспользоваться моментом. Тем более, требования к работникам довольно заманчивые. Возраст от 22 до 50 лет, график работы свободный, образование не ниже среднего, без опыта работы, но с активным и оптимистичным настроем. Кроме того, таинственный шопоголик должен владеть свободным доступом в сеть интернет и иметь при себе записывающее устройство диктофон. Соответствовать этим невысоким требованиям может практически каждый. Чтобы узнать дальнейший ход действия, мы позвонили по телефону, который нашли на одном из сайтов консалдинговой компании «Маркетинг-консул». Для того, чтобы мы могли предлагать вам подработку тайным покупателям, ну, это является подработкой, вам необходимо зарегистрироваться у нас на сервисе, маркетинг-сервис. В Яндексе русскими буквами слит нам нужно написать «Маркетинг-сервис», и одна из первых ссылок будет на наш сайт. Нужно заполнить мини-резюме тайного покупателя. Анкета онлайн простав заполнение, на нее уйдет не более пяти минут. Здесь стоит указать личные данные. После успешной регистрации на сайте «Маркетинг-консул» следует зайти на свою электронную почту и получить доступ в личный кабинет. Далее вся работа с тайным покупателем будет осуществляться через онлайн-кабинет, где клиента проинформируют о ближайших проектах. Скорее всего, работодатель доверит таинственному покупателю проверку качества обслужения в одном из магазинов электроники, элитного магазина косметики, парфюмерии или одежды. Участие в исследованиях будет вознаграждаться. На оплату заманчивая от 400 до 650 рублей за один визит. Неплохо. Правда, сколько дней, а может даже недель предстоит прождать, для того, чтобы получить задание, неизвестно. Когда в вашем городе будет появляться проверка, мы будем с вами связываться. Деятельность тайного покупателя призвана отслеживать и повышать уровень обслуживания. В этом заинтересованы не только получатели услуг, но и сами торговые точки. Сегодня день рождения битломании. Термин, который описывает состояние сильной, граничащей с истерией, любви к группе The Beatles. 13 октября 1963 года состоялась первая широкая трансляция выступления группы по американскому телевидению. Благодаря этому в одно мгновение у Beatles появились миллионы поклонников, которые сегодня не упустят шансы и отметят эту дату. Ну а есть ли почитатели творчества легендарной группы Фредди Ахтубинцев, узнаем из материала нашего корреспондента Сергея Вакулы. На всей нашей планете для поклонников легендарной Ливерпульской четверки знаменательной датой является 13 октября, когда отмечается день рождения битломании. Популярная программа шоу Эда Салливана транслировалась в феврале 1963 года. Поэтому стоит отметить, что в 2013 году зародившись тогда движение отмечала свой полувековой юбилей. Легендарное выступление, сделавшее группу популярной на весь мир, состоялось в Лондоне в знаменитом зале Палладиум. Это была первая широкомасштабная трансляция, которую увидели миллионы. С этого момента у Beatles появилась многочисленная армия поклонников. Помнят ли Ахтубинцы великую группу всех времен и народов, мы попытались узнать, пройдясь по улицам города. Группу Beatles знаете? Битлз? Знаю. Самая популярная группа, по крайней мере, была в свое время. В Европе ценилась, в России в свое время она была полулегальной, ее слушали как бы так, из-под полы записи, но они очень сильно тиражировались. В мое время была популярна песня, она в переводе на русский звучала примерно так. Потерял сандалию я, ну как припев такой вот. Ну, по-английски она как-то звучит более, так сказать, ну как-то вот так вот. Не знаю. Не знаете? Не, ну знаю молодые ребята, конечно знаю. А может быть вы нам назовете участников имена? Ну, по Маккартни, Джон Леннон, остальных не помню. Да, Джон Леннон, мой кумир. А остальных еще участников назовете? Назову. Пол Маккартни, Ринго Стар. Ну, на этом остановлюсь. Да, знаю. Может, ты имена участников назовешь? Джон Леннон, только одного, к сожалению, не знаю. Не особо слышу их. Ну, я слышал, что была такая группа. А сейчас она мне не нужна совершенно. Это брендовая группа 70-х, 60-х даже. Моя маршрутка. Ну, я на ней не выросла. Она была намного раньше, чем я росла. Хотя она, по-моему, популярна у молодежи до сих пор. Очень многие ее любят. У меня дочь очень любила. Моей дочери уже далеко за 30. И внучка, ей уже скоро 15. Она ее тоже любит. Почему я знаю? Потому что у нее на телефоне всегда была музыка. Битлз. Группу Битлз знаете? Ну, а на сегодня это все новости. Будьте в курсе событий города и района вместе с АТВ-центром. АТВ-центром. АТВ-центром.